Какой секрет о своих родителях вы внезапно узнали? Я был самым младшим и последним ребенком, который жил в доме. В старшей школе я работал в местном мексиканском ресторане, где готовил гриль и блюдо во фритюре. Я всегда работал до закрытия, обычно до 10-30 вечера, когда мы уже действительно закрывались и возвращался домой около 11 часов. Однажды вечером время шло ужасно медленно, поэтому наш менеджер решил, что мы должны закрыться пораньше. Я вернулся домой чуть позже 10 вечера, и я был почти уверен, что изменение моего расписания прервало особое времяпровождение моих родителей наедине с собой. Я ничего не видел, они были уже одетыми к тому времени, когда я зашел в коридор, чтобы сказать, что я дома. Но было довольно очевидно, что они слышали, как я открываю входную дверь, и с трудом и в спешке переоделись. Они вели себя просто странно. И если я правильно помню, рубашка моего отца была вывернута наизнанку. Лол. Моя собака пропала без вести. Она была моим лучшим другом, спала на моей кровати и в детстве была моим постоянным спутником. Я несколько дней катался на велосипеде по городу в поисках своей собаки. Соседские мальчики увидели, как я плачу и попытались мне помочь. Мы постучали в дверь соседей, и соседка сказала, что с собакой все в порядке, и что она заметила ее на улице живую. Я сказал об этом своей матери, которая сказала, что собаку похитили опасные люди. Она сказала, чтобы я не ходил туда больше. Я проигнорировал ее и спросил мальчиков, готовы ли они защитить меня от опасных людей. Мы поехали на наших велосипедах на ферму, где мне сказали, что моя мать отдала ее какой-то милой семье, которая дала нам горячее какао и печенье. Они вернули мне собаку, и я постепенно осознал, что то, что мне сказали, могло быть правдой, и что это моя мама была опасным человеком. Мой отчим должен был быть главой преступного клана, как и его старший брат, но он обратился в полицию и не стал этого делать. Через несколько лет после того, как он женился на моей маме, одного из его племянников остановили за превышение скорости. Копы были удивлены тем, что у него не было официальной работы и законного дохода, но он в то же время владел дорогой машиной, на которой ездил, и имел хорошую страховку. Поэтому они начали следить за ним и остальной семьей, в результате чего всей семье пришлось пойти на законную работу и найти постоянную работу. Отчим очень сильно смеялся, когда рассказывал мне и моей маме обо всем этом. Мои родители берут деньги из моей копилки, чтобы потратить их на парковку. Они всегда заявляют, что положат их обратно, но у них память, как у золотой рыбки. По сути, произошло так, что мои родители пошли на свадьбу, когда мне было где-то 11-13 лет. Моя тетя жила за углом, поэтому нас с сестрой отправили туда, чтобы мы были не одни. У нас был доступ к дому, поэтому я пошел домой, потому что хотел поиграть в видеоигры. Родители пришли домой, и я выключил телевизор, чтобы они не узнали, что я был дома. Вот где я облажался, они пришли домой, и мой отец упомянул о том, что не против поразвлечься с мамой. Вместо того, чтобы заявить о своем присутствии, я запаниковал и попытался улизнуть из дома со второго этажа, через открытую дверь. В конце концов, зазвонил домашний телефон, и я воспользовался этим звуком, чтобы сбежать по ступенькам и выбежать к входной двери. Когда я еще учился в средней школе, в один день мои занятия начинались на 2 часа позже. Я был в ванной, рядом с комнатой родителей, собираясь в школу и услышал, как моя мама тяжело дышит. Я подумал, что может быть она плохо себя чувствует или что-то в этом роде, но ее дыхание и звук движения кровати продолжали становиться громче. В общем, я был действительно сбит с толку. Затем, наконец, до меня дошло, что происходит. Я взбесился и пошел в другую комнату, чтобы закончить подготовку. Но это как? Разве они не знали, что мои занятия начнутся на 2 часа позже, и я еще не ушел? И они не могли дождаться, пока я уйду, чтобы сделать это? Боже! Моих родителей не было дома, и когда мы с братом вернулись из школы, в их спальник стене был прикреплен огромный огурец. Дверь была широко открыта. Он был гигантским, размером с предплечье взрослого человека. Мой отец был грубым дальнобойщиком, который любил закатывать скандалы. Поэтому мы позвонили нашей маме, что была на работе, потому что он в тот день возвращался домой. И мы точно знали, что он взбесится, когда увидит это. Моя мама сказала, что это была шутка, но мы могли снять огурец и спрятать, если боялись, что нас наругают. Это исходило от женщины, которую регулярно избивал ее муж. В общем, мой брат снял его со стены и спрятал. Однажды моя подруга сказала, что когда она была маленькой, она смотрела Землю до начала времен. За день до того, как пошла в школу, но не смогла закончить все серии до того, как ей надо было в школу. Поэтому она хотела досмотреть мультфильм, когда вернется домой. Она весь день с нетерпением ждала возвращения домой, чтобы узнать, чем все закончится. И когда она вернулась домой, она пошла прямо к видеомагнитофону и нажала кнопку воспроизведения, думая, что там будет тот самый момент, на котором она остановилась. Затем на экране она увидела, как ее голая мама подползает к голому папе. Да, пока она и ее сестра были в школе, их родители смотрели собственные домашние видео и забыли вынуть кассету, когда закончили. Это было еще в конце 60-х. Однажды я обнаружила конверт с полароидными снимками. Он был в верхнем ящике комода моих родителей. Мне было разрешено заглянуть туда, чтобы взять один из отцовских галстуков, потому что в то время было модно носить юбку в клетку, белую рубашку и галстук. И я хотела пойти на танцы в подростковый центр со своими подругами в ту пятницу вечером. Однако, я понятия не имела, что я нашла. Я не только нашла фотографии моих родителей, занимающихся взрослыми вещами и фотографирующих себя, но они, как оказалось, были не одни. На других фотографиях были мои родители, занимающиеся этим с другими парами, которые годами приходили к нам в дом по выходным. А еще одна пара была родителями одного из моих друзей. Я никогда не говорила об этом своему другу. Я слишком стеснялась. Мне стало понятно, почему по выходным нам с сестрой велели так рано ложиться спать, а потом мы слышали, как мои родители достают 8-миллиметровую кинокамеру и смотрят фильмы с этими парами, а также много пьют. Еще в эпоху автоответчиков я пришел домой из школы и заметил новое сообщение на нашем домашнем телефоне. Я послушал его. Это был какой-то странный человек, который предупреждал моего отца, что кто-то заключил с ним контракт. Я оставил телефон в покое и сделал вид, что никогда не слышал этого и никогда не спрашивал об этом. Примерно через 2 недели мы переехали. Это было, когда моей мамы не было дома. Я пылесосила, нашел дневник в ее шкафу, в котором говорилось, что у нее были фантазии о том, как выбросить меня в окно, когда я был младенцем. У меня были колики, и я все время плакал. Я также увидел, что она считала моего отца деспотом и психически неуравновешенным. Они в разводе, но он действительно хороший парень. Это было шокирующе для меня. Я изредка навещал своих родителей, и когда приехал и вошел в свою комнату, я нашел взрослую игрушку своей мачехи на моей кровати. Когда я сказал об этом своему отцу, он ответил, «Вероятно, это потому, что твой братец носил его с собой. В то время у него резались зубы. Мне просто жаль этого ребенка за то, что он живет, не зная о том факте, что у него во рту была игрушка своей мамы. Фу». Когда моя мама однажды напилась, она сказала мне, что единственная причина, по которой она не забила меня камнями, как сказано в Библии, это потому, что это было незаконно. Она много говорила об этом, и это не было шуткой. Некоторым людям просто не следует быть родителями. Я вырос завистью к сиротам и детям, которых отправляли в школы-интернаты. Я читал слишком много книг о детях, которые выживают сами по себе, например, «Дети с товарным вагоном» и «Моя сторона горы». Во всяком случае, я не заслужил того дерьма, которое моя мама сказала обо мне. И, скорее всего, вы не заслуживаете того, что ваша мама сказала о вас. Очень немногие дети на самом деле делают что-то настолько ужасное, что им нужна помощь такого уровня. Мои родители – традиционные индийцы. Они никогда не говорили мне о пестиках и тычинках и никогда не рассказывали о взрослых вещах. Однажды ночью я пришел домой довольно рано, шел по коридору в свою комнату и вдруг услышал тяжелое дыхание и хрюканье. Как только я подошел к своей комнате, которая находится напротив моих родителей, я понял, чем они занимались. Я сразу развернулся на 180 градусов, вышел прямо из входной двери, сел в машину и направился к бару, в котором тусовался до этого. Я никогда не поднимал этот вопрос и никогда не упоминал этот случай. Я знаю, что они должны были услышать меня, когда я открыл дверь гаража, дверь дома, холодильник и как я пошел в подвал, чтобы проверить второй холодильник внизу. Мои родители убирали старые коробки и ушли куда-то, оставив их на кровати с открытой дверью спальни. Я увидел коробки, проходя мимо, и был заинтригован, так как одна из коробок была коробкой на память, в которую мне никогда не разрешалось смотреть. Я посмотрел внутрь. В основном там были старые фото и безделушки. Потом письма и дневники. Один из дневников был написан моим папой, когда он и моя мама начали встречаться. Он писал ужасные графические подробности о нападении на мою маму и последующих домогательствах. Я никогда никому не рассказывал о том, что прочитал. У меня так много вопросов, типа, как, черт возьми, они потом поженились и завели детей? Однажды я слышал, как мои родители обсуждали то, как хотят прикончить меня и моего младшего брата, прежде чем покончить с собой. Несколько ночей спустя в мою комнату зашел папа с дробовиком, который думал, что я сплю. Простоял там 20 минут, а затем ушел. Через несколько дней он предпринял попытку выпрыгнуть из окна. Если кто-то думает, что у него более жуткая история, давай подходи. Причина, по которой моя собака потолстела, заключалась в том, что она приучила моего отца угощать ее всякий раз, когда она скулит. Ну а на этом видео заканчивается, и если этот видосик вам понравился, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Народ, давайте попробуем набрать на этом видео 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и, как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...